Играет музыка 9 дней назад. Да, в 2022 году. Да, это новые покемоны. Pokemon Legends Arthus. Критики уже назвали ее лучшей игрой по покемонам за последние 20 лет. За первую неделю продали 6,5 миллионов копий и это самый успешный старт в истории франшизы. А на Metacritic она получила 85 баллов из 100. Но позитивные отзывы касаются в первую очередь геймплея и механик. А вот с графикой... Вы наверняка видели кучу сравнений графики новых покемонов с динозаврами вроде оригинального WoW 2004 года или Tess Oblivion. И во многих подобных случаях игра про карманных монстров проигрывает им вчистую. Пинять на техническую немощь Switch тоже не получается. Особенно если вспомнить про Зельду и множество игр потяжелее вроде Skyrim и Doom Eternal. Привет, вы на ДТФ. Текст написал Владимир Симыкин, озвучил Паша Смушкович. Сегодня мы емко и понятно разберем, что не так с графикой новых покемонов и попробуем понять, какие ошибки допустили разработчики. А также попытаемся найти способы, которые в теории помогли бы авторам сделать картинку игры намного приятнее. И да, у нас тут конечно будет несколько технических терминов, поэтому будьте готовы. После выхода игры энтузиасты решили сами хотя бы частично исправить ситуацию и предложили свои варианты улучшения графики в Pokemon Legends. Чаще всего они касаются каких-то отдельных аспектов игры, и даже если соединить их все вместе, то вряд ли ситуация поменяется кардинально. Тем не менее, какие-то совсем очевидные недостатки перестают бросаться в глаза. Разбираемся по пункту. В первую очередь дальность прорисовки. Она настолько низкая, что мир выглядит совершенно пустым. К тому же покемоны и персонажи начинают отображаться, когда игрок подходит к ним совсем уж близко, из-за чего погружение в игровой мир пропадает моментально. А еще на деревьях и персонажах слишком резкие тени, и выглядит это так, словно разработчики старались стилизовать графику, но у них это получилось слишком неумело. Это и многие другие детали портят визуальный облик игры. Как можно было бы улучшить воду? Пожалуй, самая непривлекательная часть игрового мира — это вода. Инди-разработчик Алекс Струк написал в твит-ретред, в котором обратил на это внимание и предложил свой способ это исправить. Он предположил, что для создания водной поверхности разработчики Аркелус использовали только пену с эффектом затухания и карту нормалей с картой отражений. Не пугайтесь, если просто это такие штуки, которые корректно отвечают за преломление света. И то, что сделали в Pokemon Legends, оказалось недостаточно, чтобы получить красивый результат. Особенно плохо это смотрится вот на этом повторяющемся паттерне на поверхности воды. Ну и чего с этим делать-то, как исправить воду? Во-первых, можно для карт нормалей добавить пользовательские мип-карты. Это такие штуки, которые содержат множество копий оригинальной текстуры разного разрешения. Если это для вас малопонятные слова, то я прекрасно вас понимаю. Если хотите зарыться поглубже, то у нас на сайте есть подробный материал, ссылка будет в описании. В общем, эти мип-карты позволят сделать так, чтобы детализация на поверхности воды исчезала на расстоянии. Вот как тут. И это даже не должно повлиять на производительность. Во-вторых, нужно добавить эффект Френнеля. Вот что это такое. Если в жизни зайти в чистое озеро по поясу и посмотреть вниз, то можно будет увидеть дно. Если же посмотреть вперед, то будет видно лишь то, что отражается от водной глади. Логично. Такая зависимость отражательной способности поверхности от угла зрения, под которым мы на него смотрим, и называется эффектом Френнеля. Если добавить его в Pokemon Legends, то даже без полноценных отражений это сделало бы плоскость воды менее матовой и более правдоподобной. В-третьих, чтобы избежать настолько очевидного паттерна в водной глади, можно сделать так, чтобы тайловые текстуры основывались на расстоянии. В результате получаем вот что. Вода выглядит лучше, чем оригинальный вариант, и это почти никак не влияет на производительность. Дальше разберемся с текстурами и дальностью прорисовки. В оригинале у большинства текстур разрешение 256 на 256. Да, вы не ослышались. Моддер под ником Клабер попробовал использовать нейросети Tapas Gigapixel AI и Waifu 2X, чтобы увеличить разрешение до 1024 на 1024. Также за компанией увеличил те самые карты нормалий в два раза. А в другом моде он поднял разрешение текстур персонажей Адам и Ирида с 512 на 512 до 2048 на 2048. В этот раз тоже использовал Waifu 2X для карт нормалий и карт Ambient Occlusion. Это такие штуки, которые учитывают свет, отраженный от окружения. С дальностью прорисовки NPC, деревьев и других элементов окружения разобрался моддер Эдгарска. Теперь объекты не появляются из ниоткуда. Видите, слева деревья вообще не видны, а справа видны. Также в зависимости от удаленности объекта от камеры, теперь меняются уровни детализации. Это позволяет снизить нагрузку на железо. Подробнее о лодах мы уже рассказывали вот в этом материале. Можете посмотреть. Но это после, а сейчас лучше посмотрите на это небо. Какая красота, да? А если вот так? Это сделал пользователь Null Pointer в своем моде на гейм банана. Теперь облака на скайбоксе стали более выразительными и правдоподобными. А главное, среди них нет повторяющихся паттернов, на которые жалуются владельцы ванильной версии. А еще он подтянул ночное небо, облака и луну. Было. Стало. Кстати, в игре есть и просто визуальные артефакты. Привет, Киберпанк. Некоторые игроки столкнулись вот с таким вот фиолетовым свечением, появляющимся на поверхностях. Пользователь все того же гейм банана под ником Vudapt предположил, что этот эффект возникает из-за ошибок расчетов все тех же карт нормалей. Да что у них с ними не так-то? В общем, в своем моде он решил вообще убрать отражение в окружении, чтобы этот баг больше не появлялся. Ну что ж, вот так у нас и получился практически RDR 2. Ну, по большей части. Что еще можно исправить в игре? Для этого давайте просто посмотрим на Breath of the Wild, которая вышла почти 5 лет назад. Смотрите. Первое. В Pokemon Legends ужасное освещение на деревьях. Хоть они и отбрасывают падающую тень, их собственная тень реализована совершенно некорректно. Из-за этого сложно понять, какая у них форма, где находится источник света, да и вообще это портит общее впечатление от картинки. Второе. Деревья можно было бы упрощать по мере удаления от камеры. Это сделает объекты более правдоподобными. Именно так, кстати, и сделали разработчики Firewatch, чтобы дополнительно усилить эффект воздушной перспективы, из-за которой детали на расстоянии становятся малозаметными. Третье. В игре просто не хватает элементов окружения, из-за чего мир ощущается пустынным. Игрок часто оказывается посреди лысых холмов и полей, на которых недостаточно деревьев, травы и камней. Четвертое. Хоть в Pokemon Legends и есть несколько биомов, окружение внутри них слишком однообразное. К примеру, на текстуре травы хоть и незаметны паттерны, но сама по себе она выглядит скучно и ненатурально. Слишком мало землянистых и каменистых вкраплений, а ландшафт больше похож на непрерывное плато. Пятое. Атмосферные эффекты сделали бы Pokemon Legends более живописным. В игру стоило бы добавить небольшие затуманенные области и более явную воздушную перспективу. Например, какую-нибудь дымку можно было бы покрасить, как это сделали разработчики из компасантов Firewatch. В общем, получается, что без комментариев со стороны разработчиков игры мы, конечно, никогда не узнаем истинную причину, почему графика в игре получилась настолько непривлекательной. Скорее всего, она попросту не в приоритете. Шесть с половиной миллионов копий за первую неделю. Помните? Ну и давайте перед тем, как разбежимся, вспомним в комментах крупные игры с самой невзрачной графикой. Может какой-нибудь биомутант или эликс от пираний? Ну и, конечно, лайк и подписка – это лучший способ нас поддержать. А мы вас отблагодарим еще большим количеством интересного об играх и кино.